МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что касается гибели двух человек, то, как показало расследование, по ним стреляли с крыши. Об этом заявил премьер Николай Азаров. Милиции там не было, и огнестрельное оружие против манифестантов она не использует. Поэтому кто виновен в смертях, серьезный вопрос. Подробнее о ситуации в украинской столице Максим Киселев. Часть Майдана понемногу начинает переезжать на Грушевск, прихватывая с собой брусчатку. Похоже, трехдневные бои ультраправых с Беркутом свое дело сделали. Кровь пролилась, став новым топливом для затухавшего протеста. Передовым отрядом боевиков теперь есть кем прикрыться. А улицы вновь вернулись те, кому давно наскучил Майдан. В черном дыму у стадиона «Динамо» занятия находятся каждому. Можно работать над шумовыми эффектами, собирать камни или снег-мешки, которые милицейские водометы на морозе превратят в лед. Он нужен для баррикад. На Грушевск за ночь возвели три линии обороны. Автомобильные покрышки сюда свозят десятками. Минувший день доказал пламя от них. Единственное, что способно остановить наступление спецназа, у которого никак не получается сбить огонь водометами. Между атакующими спецназами всю ночь линия огня. По-прежнему вверху летят камни, бутылки зажигательной смеси, а кастрам подбегают только для того, чтобы добавить этого нового топлива автомобильных покрышек. Автопокрышки действительно удачная заготовка радикалов. У Беркута кажется пока не решение, как эту линию обороны преодолеть. Нападающих они не видят непонятно, куда стрелять резиновыми пулями и бросать газовые шумовые гранаты. А тем наоборот, удобно применять свои спецсредства под крытием дыма и пламени. Огонь уже не однажды перекидывался на соседние строения. Этим утром загорелся дом, жильцам которого не повезло поселиться напротив стадиона «Динамо». Производство зажигательных коктейлей поставлено на поток. Бутылки складывают в корзины, как в супермаркете. Спрос рождает предложение. Раненых с обеих станет уже минимум три сотни. И скорее всего эта цифра занижена.